МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Война окончена. Люди ликовали и радовались. Пришел конец Великой Отечественной войне. И она завершилась Великой Победой. Безмерная радость была как на фронте, так и в тылу. Люди плакали, и это были слезы радости и облегчения. О Великой Отечественной войне снято множество фильмов. Написано много песен и книг. Но только те, кто выжил в страшные военные годы, может поистине понять правду о войне, понять ту невосполнимую цену победы. Нам же остается лишь помнить. Помнить о Великой Войне и о Великой Победе. И стараться жить в мире. Ведь ничего страшнее войны и голода нет. Сколько осталось сирот и беспризорных. Сколько мужей и сыновей уже никогда не вернутся домой. Сколько матерей умерли, отдав последний кусок хлеба детям. Сотни, тысячи, миллионы. Мою семью тоже не обошла война стороною. Тетя моей бабушки, Каркина Клавдия Никитична, служила в войсках НКВД. Была заброшена в тыл к врагу и расстреляна фашистами. Ей было всего лишь 18 лет. А вот мой прадед, поник Павел Ивович, 1904 года рождения, прошел всю войну, был контужен и дошел до Берлина. Вернулся домой. Мы помним. Пока еще помним о них, о тех, кто выжил. Но с каждым днем ветеранов все меньше. Время берет свое. Настанет момент, когда на земле не останется ни одного человека, кто бы мог сказать, что действительно помнит Великую Отечественную войну. Но мы не можем забыть. Мы не имеем такого права. Наша память, наша защита от войны и наш ключ к мирному небу. В этот день я хотела исполнить для вас песню, посвященную победе. Но в поисках подходящей для меня я наткнулась на письмо 15-летней девочке, которое написано в 1943 году. Просто в память об этих событиях хочется, чтобы вы тоже это услышали. 12 марта 1943 года. Начало и конец письма 15-летней девочке Кате Сусаниной. Дорогой, добрый папенька, Пишу я тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не будет. И моя просьба к тебе, отец, покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери. Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму не ищи. Ее расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе, офицер бил ее плеткой по лицу. Мама не стерпела и гордо сказала, вы не запугаете меня битьем. Я уверена, что муж вернется назад и вышвырнет вас, подлых захватчиков, отсюда вон. И офицер выстрелил маме в рот. Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет. И если бы сейчас ты встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, мои глаза ввалились, косички меня отстригли наголо, руки высохли, похоже на грабли. Когда я кашляю, изо рта идет кровь. У меня отбили легкие. А помнишь, папа, два года тому назад, когда мне исполнилось 13 лет, какие хорошие были мои именины. Ты мне, папа, тогда сказал, прости, доченька, на радость большой. Играл патефон. Подруги поздравляли меня с днем рождения, и мы пели нашу любимую пионерскую песню. А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало, платье рванное в лоскутках, номер на шее, как у преступницы, сама худая, как скелет, и соленые слезы текут из глаз. Что толку, что мне исполнилось 15 лет? Я никому не нужна. Здесь многие люди никому не нужны. Бродят голодные, затравленные овчарками. Каждый день их уводят и убивают. Да, папа, и я рабыня немецкого барона. Работаю у немца шарлена прачкой, стираю белье, мою полы, работаю очень много, а кушаю два раза в день в корыте с Розой и Кларой. Так зовут хозяйских свиней. Так приказал барон. Русь была и будет свинья, сказал он. Я очень боюсь Клары. Это большая и жадная свинья. Она мне один раз чуть не откусила палец, когда я из корыта доставала картошку. Живу я в дровяном сарае. В комнату мне входить нельзя. Один раз горничная полька Юзефа дала мне кусочек хлеба, а хозяйка увидела и долго била Юзефу плеткой по голове и спине. Два раза я убегала от хозяев, но меня находил ихний дворник. Тогда сам барон срывал с меня платье и бил ногами. Я теряла сознание. Потом на меня вываливали ведро воды и бросали в подвал. Сегодня я узнала новость. Юзефа сказала, что господа уезжают в Германию с большой партией невольников и невольниц Витебщины. Теперь они берут и меня с собою. Нет, я не поеду в эту трижды всеми проклятую Германию. Я решила лучше умереть на родной сторонушке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую землю. Только смерть спасет меня от жестокого битья. Не хочу больше мучиться рабыне у проклятых, жестоких немцев, не давших мне жить. Завещаю, папа, отомсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, ухожу умирать. Твоя дочь, Катя Сусанин. Мое сердце верит. Письмо дойдет. Вскоре после освобождения белорусского города Лиозна в 1944 году при разборе кирпичной кладки разрушенной печи в одном из домов был найден маленький желтый конверт, прошитый нитками. В нем оказалось письмо белорусской девочке Кате Сусаниной, отданной в рабство гитлеровскому помещику. Доведенная до отчаяния, в день своего 15-летия она решила покончить жизнь самоубийством. Перед смертью написала последнее письмо отцу. На конверте стоял адрес. Действующая армия, полевая почта, номер Сусанину Петру. На другой стороне карандашом написаны слова. Дорогие дяденька и тетенька, кто найдет это спрятанное от немцев письмо, умоляю вас, опустите сразу в почтовый ящик, мой труп уже будет висеть на веревке. Номер полевой почты, написанный на конверте, устарел, и письмо не могло попасть адресату. Но оно дошло до сердец советских людей. Опубликовано в Комсомольской правде 27 мая 1944 года.